В Ираке жил один молодой человек. Он был известен своей богобоязненностью. У него была невероятно сильная связь с Аллахом. Услышав призыв на молитву, он тут же оставлял свои дела и спешил в мечеть. Он всегда приходил вовремя на молитву и никогда не пропускал первый ряд. По его одежде, внешнему виду и поведению можно было сказать, что он был очень близок к Аллаху. Этот юноша всегда говорил о Коране и хадисах пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Из его уст выходили только благие слова. Он всегда искал только дозволенный заработок. Вся его жизнь была посвящена религии и довольству Аллаха. Плюс ко всему, этот парень был очень красивым. Его считали самым красивым и привлекательным юношей Багдада в то время. Хотя ему было всего 19 лет, женщины Багдада только о нем и говорили. Они были счастливы, если им удавалось просто поговорить с ним, поскольку он был красив и приятен на общение. Он обладал прекрасными манерами. Доходило даже до того, что некоторые непорядочные женщины преследовали его. Была одна богатая женщина, жена какого-то чиновника. Она была известна своей красотой и богатством. Многие мужчины добивались ее внимания из-за ее красоты и богатства. Однажды она сказала людям, «Я непременно совращу этого парня, и он совершит проливодеяние со мной». Таким образом, шайтан завладел ее разумом. Так совпало, что ее муж уехал из города по своим делам. Его не было уже несколько месяцев, и только Аллах знает, вернулся он или нет. Ведь в те дни путешествия могли занять многие месяцы. Когда ее муж уехал, она стала наряжаться, прихорашиваться, всячески выделяя и демонстрируя свою красоту. Также она пользовалась благовониями. Однажды она сказала своим служанкам, «Если этот парень пройдет мимо моего дома, скажите ему, что в доме находится тяжело больной, который нуждается в помощи, и что в доме нет ни одного мужчины». И вот, когда этот юноша проходил мимо дома той красавицы, ее служанки стали кричать, «Прошу тебя, помоги нам! Наш господин тяжело болен, а в доме нет ни одного мужчины! Прошу тебя, помоги нам!» Тогда этот парень оказался в доме. Когда он зашел, двери сразу же закрылись. И перед ним предстала эта хитрая женщина, которая сказала, «Если ты не совершишь со мной прелюбодеяния, я закричу и скажу всем, что ты сам проник в мой дом и захотел изнасиловать меня». Так он оказался в западне. В те времена дома стояли близко друг к другу, и поэтому даже небольшой крик мог быть услышан во всем районе. Он стал думать, что же мне делать. Он оказался один в комнате с красивой женщиной. Перед ним стояла идеальная женщина, красивая, богатая, обладавшая высоким положением, которое требовало совершить с ним прелюбодеяние. Он мог насладиться ею, получить награду, и никто бы об этом не узнал. Однако, мои братья и сестры, он знал своего Господа, Аллаха. Он знал, перед кем он предстанет. Знал о повелениях Аллаха, о его запретах. Этот юноша помнил об обещании Аллаха, если он оставит запретное. Он помнил, какая награда его ждет в раю, если он проявит терпение и отвергнет запретное искушение. Он все это знал. Тогда он возвал к Аллаху, сказав, «О Аллах, ты знаешь, что я всегда стремился к твоему довольству. Я постоянно подвергался искушению и совершить прелюбодеяние, но я всегда сдерживал себя. И вот теперь я оказался в ловушке шайтана и его помощницы. Прошу тебя, спаси меня, о Аллах». Внезапно он почувствовал боль в животе. Тогда этот юноша сказал, «У меня болит живот, мне нужно в туалет». Женщина сказала, «Туалет вон там, иди. Но когда ты закончишь, то вернешься сюда и совершишь прелюбодеяние со мной, а если откажешься, я закричу». Он вошел в туалет и начал справлять нужду. И вдруг ему в голову пришла идея. Аллах сделал ему внушение. Парень взял свои экскременты и начал обмазываться ими. Когда он вышел из комнаты и предстал перед ней в таком виде, источая зловонный запах, эта красивая, ухоженная женщина в ужасе попятилась назад. Совсем недавно он был чистым и опрятным, а сейчас он был испачкан нечистотами, и от него шел мерзкий запах. Она воскликнула, «Что с тобой? Почему ты в таком виде?» Он ответил, «Вот такой я человек. Я всегда так делаю. Если ты хочешь совершить прелюбодеяние со мной, то давай, я готов». Тогда шокированная женщина сказала, «Убирайся отсюда, вышвырните этого безумца!» «Этот парень грязный безумец!» Тогда его изгнали из дома. И как только он оказался на улице, прямо возле дома той женщины он совершил земной поклон, благодаря Аллаха за то, что он спас его от прелюбодеяния. Того, кто знает и по-настоящему боится своего Господа, Аллах всегда спасает от греха. Он спасет тебя.